Судно Яруслан, морской порт Владивосток, судебные приставы, следственное управление на транспорте. Два года на корабль-призрак, стоящий посреди Амурского залива, никто не обращал внимания. Сейчас он пошел ко дну. Резко организовали откачку воды. Посмотрим сюжеты. Как стало известно, для откачки воды из трюмов выдвинулась морская служба спасателей в количестве 12 человек. Сейчас проводят обследование и выясняют, возможно ли безопасно откачать воду, чтобы удержать судно на плаву. Операция по спасению судна идет полным ходом. В 8 утра судно почти затонуло. Действовать нужно было быстро. От верхней палубы в корме оставалось 10 сантиметров до... От льда до верхней палубы 10 сантиметров. Если бы верхняя палуба ушла в воду, то корабль было бы уже не спасти. Значит, мы вооружили средства водотлива, которые у нас были с собой. И начали производить откачку. В процессе работы задействовано было 6 мотопом. Где-то в районе 3 часов нам удалось стабилизировать положение. Можно было спустить водолаза. И одновременно заделка пробоины снутри шла. И работа мотопом. Вскоре подвезли еще 3 помпы. Благодаря им процесс по откачке воды дал свои результаты. Корма поднялась на 10 сантиметров из воды. Начали вырубать лед, чтобы водолазы смогли заглушить иллюминаторы, через которые в трюм шла вода. Дело в том, что после мародеров судно стало похоже на решето. А в результате подвижек ледяного поля может начаться поступление воды в другие части Яруслана. Вопрос буксировки и дальнейшего хранения Яруслана находится в стадии проработки и согласования. Охраняют арестованные за долги судовладельцы судна судебные приставы Приморского края. Сейчас Яруслан находится в более-менее стабильном состоянии. Спасатели залатывают дыры, откачивают воду. Еще неделю примерно судно может продержаться на плаву. После этого, если администрация не будет принята решение, что делать с судном, спасатели говорят, что возможно оно вновь сможет пойти на дно. Официально Яруслан числится приписанным к порту Камбоджи. Судно стояло посреди Амурского залива на протяжении двух лет. На теплоход наложили арест из-за долгов по зарплате перед моряками. 31 января на Яруслане произошел пожар, во время которого выгорел мостик, кают и кают-компании, а позднее из-за полученных повреждений теплоход стал постепенно тонуть. До сих пор на судне остается полторы тонны топлива. Также во время пожара на судне успели поживиться мародеры. Однако правоохранительные органы не могут расследовать кражей с теплохода Яруслан без собственника, который скрывается от правосудия. Ситуацию с Ярусланом можно назвать курьезной. Это обсудим с гостем студии Петр Осичанский, президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов. Здравствуйте, Петр Иванович. Добрый день. Петр Иванович, как вы можете охарактеризовать эту ситуацию, непонятную с судном Яруслан? Ну, я бы назвал ее абсурдной. И в то же время для меня ничего нового в этом нет. Я имею в виду, что такая ситуация могла произойти, в принципе, в любом порту Российской Федерации. Я подчеркиваю Российской Федерации, потому что во всех других портах шиппинг-бизнес, все-таки международный бизнес, эти проблемы решаются гораздо проще. Поэтому то, что морякам не платили деньги, то, что возникла обязанность судовладельца с ними рассчитаться, это не новое. Это бывает часто, бывает всюду. И разным способом решается. Либо обращение в суд, как правило, либо, как с этим, вот в этом случае, то же самое было обращение в суд, наложен арест. А вот дальше ситуация стала абсурдной. Потому что арест на судно был наложен, а продолжение это не имело. Судно продолжало стоять. Экипаж, не получавший до этого деньги, я так думаю, в течение, наверное, года, потому что информация проходила о том, что экипажу не платили, что иск составил более чем 200 тысяч долларов. Ну, на сегодняшний день цифра фигурирует 400 тысяч долларов долг перед экипажем. Ну, это, конечно, сумасшедшие деньги. Учитывая, что у экипажа фонд зарплаты месячный, но не больше 20 тысяч долларов, то можно себе предполагать, что тогда, когда они обратились уже за помощью в суд, о том, чтобы их права были защищены, то уже иск был значительный. Стало быть, они много-много месяцев были без зарплаты. Арест наложен. Во всем мире после ареста идет аукцион. И это нормальная ситуация, потому что по-другому эту проблему не решить. Шиппинг-бизнес такой бизнес, как и любой другой. Там тоже люди делают деньги, там люди терпят банкротство. И то же самое, имущества продаются с молотка. И пароходы тоже продаются, но продаются они на аукционе. Как правило, аукционы длятся от 6 до 8 месяцев. Это, конечно, долго. И тогда возникает вопрос, а кто вот эти 6-8 месяцев должен обеспечивать и сохранность судна, и его безопасность. Подождите, Петр Иванович, а кто должен судно выставлять на аукцион после суда, то есть после решения суда, этим должны заниматься судебные приставы, я правильно понимаю? Ну, в разных странах это решается по-разному. Например, в Японии, США, и у нас тоже. Это дело судебных приставов. Например, в Корее это вообще дело суда. Суд наложил арест, и суд тут же выставляет судно на аукцион. Поэтому сам механизм не важен. Важно, что это надо делать. А кто будет делать, это уже как было дело 10-е. Но поскольку у нас возник спор, а кто же дальше несет ответственность, я так полагаю, что следующая стадия была после наложения ареста, это обеспечить его сохранность, при этом параллельно объявив аукцион судна. Судно, если было бы продано своевременно, то, конечно же, денег хватило бы, поскольку на тот момент... Ну, вот сегодня пароход, как металлом, стоит порядка 200-250 тысяч долларов. То есть, в принципе, этих денег хватило бы для того, чтобы рассчитаться в первую очередь с экипажем. Но для того, чтобы обеспечить его безопасность, нельзя было предлагать, как было сказано где-то в прессе, что судно было передано на ответственное хранение капитану. Как можно было капитану поручать судно, когда к тому времени уже и не капитан-то был? Он был частным лицом, которому не платили деньги много месяцев. И ему предлагалось что? Снова находиться в течение многих месяцев без всякой зарплаты? Вот опять же надо знать, как должен был быть устроен этот механизм. Вот в Корее, да и в других странах нанимается специальная команда, которая обеспечивает сохранность этого судна и его безопасность. И когда судно продается на конец, то тогда вырученные деньги в первую очередь идут этой команде, а только потом экипажу и всем остальным кредиторам. И когда моряки говорят, что мы первые на очереди по получению зарплаты, да, это так, но первые после вот этой команды, которая будет обеспечивать сохранность судна. Ну, образно говоря, кого можно назвать виноватым в этой курьезной ситуации? Судно стоит без экипажа, без капитана, два года в Амурском заливе. Судебные приставы получаются виноваты в том, что не выставили на аукцион, и вообще, в принципе, не слили за судном. Или за это уже конкретно отвечает порт Владивосток, морской порт Владивосток, в бакватории которого стоит просто корабль-призрак, правильно? Ну, вы хотите ситуацию с Ярусланом наложить на извечные русские вопросы. Кто виноват и что делать? Что делать? Да, ну, кто виноват, на эти вопросы отвечает суд. Не будем примерять судейскую мантию. Суд ответит, кто виноват. А вот что делать? Я считаю, что вчера значительная и очень хорошая часть была выполнена. Судно спасли от утопления, оно не затонуло, оно не нанесло ущерба окружающей среде, и это главное. А вот дальше что будет с этим судном? А вот дальше давайте сейчас прервемся. Моя коллега в славянке Юлия Ульянова сделала репортаж на эту тему. Как сейчас себя чувствует и выглядит судно Яруслан. Сюжет дальше. Яруслан уже печально известен на всю страну. Два года он как призрак стоял в Амурском заливе, а после пожара вообще начал тонуть. Теперь, как говорится, с глаз долой. Его отправили подальше, в славянку. Здесь судно и будет дожидаться своей участи. Операция по буксировке Яруслана оказалась неожиданно стремительной. Спасательный буксир Тихоокеанского флота Фоти Крылов доставил то, что осталось от сухогруза в славянку, всего за 4 часа. На случай ЧП во время буксировки на борту Яруслана дежурили спасатели и водолазы Тихоокеанского флота. Однако все прошло по плану, и в районе 6 часов вечера в Славянском заливе начали буксировку сухогруза на мель. Как пояснил генеральный директор славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, предприятие приняло на хранение аварийное судно по многочисленным просьбам государственных структур. Главное не позволить Яруслану затонуть и обеспечить его сохранность до решения юридических формальностей. В итоге местом последней стоянки Яруслана стало обособленное подразделение славянского СРЗ в поселке Нерпа. В администрации завода нас заверили, что в таком положении судно не представляет никакой угрозы экологии. Представители государственных структур тем временем обещают решить судьбу Яруслана в течение 3-4 месяцев. Судно либо продадут, либо разберут на металл, чтобы покрыть долги, которые числятся за сухогрузом. А это порядка 200 тысяч долларов. Ну как видно по сюжету, собственно, судно сейчас брошено для новых мародеров. Я думаю, что в поселке Славянка их тоже достаточно. Судно находится не на территории СРЗ и в принципе в открытом доступе для любого человека. Вот, собственно, судьба. Ну что я должен сказать, что абсурдная ситуация, которая сложилась давным-давно с этим судном, она была прервана благодаря спасателям Тихиканского флота. И казалось бы, что все нормализуется. Но если то, что вы говорите так, то есть опять судно брошено без надзора, это говорит о том, что абсурдная ситуация снова восстановлена. Это неправильно, безусловно. Надо снова действовать так, как и действовать. Надо, чтобы те, кто будут выставлять судно на аукцион, или те, кто сегодня отвечает за этот проход, должен же кто-то за него отвечать. Так, ну насколько мне известно, отвечают у нас все-таки опять же те же судебные приставы. Приставы, да. Они сказали, что, ну вы знаете, как бы так это все тоже невнятно. Ну да, если судно можно будет продать в таком виде, то мы продадим и отдадим долги, а если нет, то пойдет судно на гвозди. Как бы мне кажется, что этой суммы, если пустить судно на гвозди, не хватит ни за какие ни за долги, ни экипажа, ни, собственно, ни затраты? Ну нет, хватит, конечно. Дело в том, что сегодня, ну да, судно не на ходу, безусловно, своим ходом оно в Китай не придет. Но если бы оно пришло своим ходом, в то время, когда оно еще могло своим ходом туда дойти, то стоимость металла сегодня где-то порядка 250 долларов за тонну. Этот пароход весит, легкий вес его не менее полутора тысяч, тысячу, полторы тысячи тонн. То есть 250, 300, а то и 400 тысяч долларов можно было бы выручить с этого парохода. Даже если просто пустить его на гвозди? Именно так. Но тогда, когда он был на ходу, и пришел бы сам. Теперь же сам он, конечно, никуда не дойдет. Его надо конвертировать, его надо привести в порядок. Может быть, опять подключится Терекянский флот? Нет. Или это невозможно? Еще раз говорю, решается вопрос гораздо проще. Судно выставляется на аукцион, продается уже, конечно, за гораздо меньшие деньги, и находится компания, которая берет этот пароход и решает эту всю бюрократическую машину. Как судно оформить, как его отбуксировать, как его продать, это их проблема. Они свою выгоду забьют, когда будут брать этот пароход с аукциона. Поэтому, когда вам говорят, что вот сегодня можно его разделать, его нельзя сегодня разделать. Оно еще не узаконено никак. Оно вот как бы висит, с одной стороны, за судовладельцем, который где-то скрывается, никто ее не найдет. И поэтому до тех пор, пока через аукцион оно не пройдет, и пока кто-то его не купит, а его купят, повторяю, есть у нас в крае организации, которые занимаются профессионально тем, что пароходы разделывают на металл. Они возьмут его за какие-то там копейки, не знаю уже теперь за какие, поскольку, повторяю, большие расходы будут по конвертации парохода, по буксировке его и так далее. Но они приведут это дело все в порядок, продадут его, разделают его, разрежут, продадут металлом и выручат какие-то деньги, и что-то достанется в том числе экипажу. Все-таки в целом, видите, вы думаете, уже невозможно восстановить и продать? Я думаю, что... Знаете, к нему уже просто большинство жителей края города относятся уже как к чему-то такому одожевленному, жалко, знаете, птичку жалко. Такой Владивостокский сюр, да? Уже оставили бы, знаете, такой ползатонувшим витикок русалка из воды. Ну, на самом деле, это, конечно, позор для портового города, что такая история случилась у нас. И хорошо, что она закончилась. Ну, может быть, она не закончилась, но... Ну, вот так закончилась. Просто с глаз долой. На этом этапе благополучно будем считать. Она же не нанесла ущерба, она теперь не представляет опасности судоходству, поэтому будем считать, что это хорошо закончилось. Но, повторяю, решение здесь только одно, других вариантов я не вижу. Его надо выставлять на аукцион, продавать, и те, кто возьмут его, они дальше закончат судьбу этого парохода. И в том числе, повторяю, что-то достанется экипажу. Да, благодарю вас, Петр Иванович. Я надеюсь, представители морского порта Владивосток, судебные приставы, да и, собственно, следователи Дальневосточного управления, следственного на транспорте, сделают выводы, потому что, собственно, судовладельца тоже еще два года и не могут никак найти. Я надеюсь, что все сделают. Вам огромное спасибо за интервью. Я напомню, гость студии Петр Иванович Сечанский, президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов. За судьбой Еруслана мы проследим, когда продадут или распилят, сообщим. У меня на этом все. Если вы знаете о фактах любого нарушения закона Российской Федерации, вам есть что рассказать у нас в студии, пишите на электронную почту, которую вы видите на экране, или звоните по телефону 20 16 00. Мы постараемся разобраться в ситуации. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите Автопатруль. Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Ночи без сна, покой не снится, пожар, криминал, событий верениться. Игры кончились, не детская тема, такая работа, любимое тело. Жизнь на карту, все или ничего, какая пикама. Такое резало колесами в небо, заглянило руль. Стоп! Снято. Автопатруль. 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 Автопатруль.